На календаре 1 сентября. Значит, все, кто учится и учит, отмечают сегодня День Знаний. Школьников, студентов, аспирантов, преподавателей, научно-педагогических работников с праздником поздравил президент. Глава государства отметил, что открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Ведь ребята, которые постигают азы наук и профессий под началом как молодых, так и умудренных опытом педагогов, готовятся завтра взять на себя ответственность за наше Отечество. Это вам принимать эстафету у старших поколений, строить дома, сеять хлеб, создавать и осваивать современные технологии, защищать Родину. А еще хранить историческую память, культуру и традиции, основу-осну в жизни народа. Учитесь усердно, убежден, вы сможете сделать нашу страну еще сильнее и краше. Пусть школа станет для вас проводником в необъятный мир знаний, истинным храмом науки, а также надежным и уютным домом, наполненным радостью новых свершений, позитивными эмоциями и улыбками настоящих друзей, пожелал учащимся президент. Образование в Беларуси должно быть доступным для каждого. Это одно из основных требований главы государства, которые Александр Лукашенко повторил и на прошедшем педагогическом совете. Речь в том числе об организации подвоза детей к школам, там, где это необходимо. Еще несколько лет назад тема считалась проблемной, однако сегодня показатель стопроцентный. С 2022 года в школы поставлено около 700 автобусов. Особое внимание безопасности. Перевозить детей могут машины не старше 10 лет. Потому обновление автопарка находится на постоянном контроле. К новому учебному году во многих учреждениях образования появились новые автобусы. Автобус 2023 года выпуска, то есть он абсолютно новый, он полностью обслужен, готов к подвозу детей на 2024-2025 год. Все документы, которые были необходимы и согласованы, согласованы с госавтоинспекцией и с транспортной инспекцией. Также был согласован и просмотрен новый маршрут. Отмечу, государство вкладывает в сферу образования большие деньги. Несмотря на санкции, за последние три года сумма составила порядка 30 миллиардов белорусских рублей. Сфера образования – это государствообразующая отрасль. Да, она требует серьезных вложений. И мы вкладываем, и будем вкладывать в нее средства. Если сегодня не будет образованной, воспитанной в своей стране молодежи, завтра не будет и страны. Что касается воспитательной роли, сфера образования, она должна возрасти, отметил президент. Мы живем в такое время, когда ничего нельзя пускать на самотек. Особенно отношение молодежи к родной стране. Ведь дети, будущее Беларуси именно от них зависит, каким оно будет. Познавательно и патриотично День знаний отмечают в музее Великой Отечественной войны. Для юных посетителей подготовили интерактивную праздничную программу. В пространстве музей для детей участники смогли оформить открытку, поучаствовать в викторине о Великой Отечественной войне. И благодаря виртуальной реальности стать участниками танкового боя. Одной из главных фишек мероприятия стало проведение музейного занятия «Солдатский треугольник» для ребят из многодетных семей. У нас очень часто проводят музейные уроки. Для детей, для школьников как раз-таки заключается смысл в том, чтобы детям преподнести информацию о истории Великой Отечественной войны, о событиях, о людях, которые совершали подвиги через интерактивные такие мероприятия. 1 сентября – это значимая дата. И начать свой учебный год с того, что ты окунешься в историю своей же страны даже, это, конечно, как и патриотично, так и, мне кажется, и интересно. Потому что и вот как раз-таки для школьников, проводя такие уроки, это все приводит к тому, что люди помнят свою историю, дети помнят свою историю, и будут передавать эти знания уже другому поколению. Кроме того, свободной для посещения в этот праздничный день стала площадка самолета Ли-2, одного из самых крупных экспонатов музея. У каждого посетителя появилась уникальная возможность изучить устройство крылатого свидетеля победы и сделать памятную фотографию. Задачи для системы образования от А до Я. Все подробности Республиканского Педсовета, а также о других заметных событиях, уходящих в 7 дней, расскажут мои коллеги в итоговой программе недели. Корреспонденты готовят материалы к эфиру. Не пропустите этим вечером в половине восьмого. Рейс 24-25. Корабль знаний берет курс в новый учебный сезон. Сфера образования для меня важнейшая. Но я немножко в ней соображаю, что происходит, поскольку по духу ваш человек, учитель. Педсовет с президентом. Задание на год и не только. О чем думает Украина? Что заявляет Запад? И почему мы всегда на чеку? Информационное усиление команды недели на южных рубежах. Белорусская армия продолжает усиление государственной границы на южном направлении. Уже развернуты механизированные и артиллерийские подразделения, отряды сил спецопераций и ПВО. О боевой готовности вооруженных сил нашей страны расскажем на неделе. В безопасности и неприступности наших границ удостоверился бойцов Александр. Что за дурь? Чем опасен французский детектив? Где в главной роли дуров? И почему телеграм уже не будет прежним? Анализируем. Во Франции пришло время, когда мы на быстрой скорости отдаляемся от берегов демократии. Практика глобального обмана. Сколько денег тратят мошенники в интернете, чтобы потом уже вы отдали им свои средства? Причем здесь искусственный интеллект? И почему здесь речь идет не только о потере средств? В материале Арины Поповой. Операция «Дожинки». Как село и городу помогает преобразиться? Символ урожая и плодородия. Микошевичи готовятся принять областные «Дожинки». Как преобразился город к главному празднику хлеборобов? На неделю узнавала Олеся Иванова. Смотрите неделю на СТВ каждое воскресенье в 19.30. Нам есть что показать. Германию охватили акции протеста. В разных городах страны на митинги вышли люди, несогласные с внешней политикой властей. В течение двух дней активисты призывали правительство отказаться от участия в украинском конфликте. Граждане выступают за его мирное и скорейшее урегулирование. Из-за военной помощи Киеву экономика Германии ослабла. Подорожание товаров и услуг. Рост инфляции – лишь часть тяжелых финансовых последствий для ФРГ. Они усилили недовольство общественности, которые теперь вынуждены обращаться к чиновникам посредством демонстрации. Как отметили сами протестующие, их митинг – это призыв к международному сообществу. Жители напоминают, что все возникающие проблемы можно решать дипломатическим путем. ЧП в парке развлечений Волгограда. 36 человек оказались заблокированы на тракционе «Седьмое небо». В какой-то момент карусель остановилась, и люди зависли в 50 метрах над землей. К счастью, обошлось без пострадавших. На помощь оперативно пришли спасатели. Двоих человека они спустили с помощью подъемника, остальных – после запуска аттракциона. Его нештатное отключение произошло из-за срабатывания системы безопасности, рассказали в администрации парка. «Седьмое небо» было открыто всего неделю назад после ряда тестовых испытаний и пробных запусков. 70 лет со дня образования отмечает сегодня Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Руководство, личный состав ветеранов учреждения поздравил Александр Лукашенко. За прошедшие десятилетия коллектив создал мощную научную базу, завоевал авторитет в учебном сообществе и подготовил для милицейского ведомства множество профессионалов. Сегодня учреждение – прекрасно оснащенный комплекс, в котором ежегодно обучаются около 4000 сотрудников и курсантов. Из его стен выходят высококвалифицированные специалисты, готовые эффективно противостоять всем вызовам и угрозам. Убежден, что хорошая материально-техническая база, потенциал, опыт и знания сотрудников Центра и впредь позволят вам, шагая в ногу со временем, готовить специалистов, способных решать самые сложные задачи по противодействию преступности, обеспечению правопорядка и безопасности граждан, настоящих патриотов нашей Родины. Говорится поздравление. С этого дня в Беларуси повышается базовая ставка. Второй раз за год. Это предполагает рост заработной платы работников бюджетной сферы. Ее размер составит 253 рубля. Изменения коснутся более 800 тысяч человек, работников сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта и науки. По сравнению с прошлым годом, рост базовой ставки составил 9%. Поскольку к этой расчетной величине привязаны стимулирующие выплаты, то их размеры вырастут. С начала года также увеличатся надбавки мастерам производственного обучения, родителям-воспитателям и приемным родителям, а также работникам объектов общественного питания учреждений образования. Заработная плата работников бюджетных организаций за 7 месяцев 2024 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,4% и составила 1711 рублей. Реальная заработная плата возросла с темпом роста 112%. Быстрыми темпами растет зарплата в сфере образования. По сравнению с прошлым годом, доходы педагогов увеличились на 25%, а учителей на 29%. Всего же в этом году на оплату труда работников бюджетной сферы планируется направить более 17 миллиардов рублей. Благодатный огонь, зажженный в Иерусалиме от груба Господня, доставили в столицу Дня белорусской письменности – Ивацевичи. Святыня прибыла в храм иконы Божьей Матери Державная благодаря участникам экспедиции «Дорога к святыне». Это давняя традиция, которая зародилась еще во время проведения первого Дня белорусской письменности в Полоцке. И вот уже в 31 раз 20 человек – представители духовенства, творческой и научной интеллигенции – за пять дней до праздника родного слова отправились из Святодухово кафедрального забора по маршруту в 777 километров через три епархии – Минскую, Пинскую и Брестскую. Участники духовной миссии пронесли лампаду с благодатным огнем из алтаря главного храма страны, чтобы осветить на своем пути памятники и места воинской славы. Прибыла в Ивацевичи и еще одна святыня – Загорье Столовицкая чудотворная икона Покрова Пресвятой Богородицы. Она является одигитрией, то есть путеводной для экспедиции. Такой ритуал стал просветительской частью Дня белорусской письменности. Сенс – сеть зерни и материальные, и духовные. Материальные зерни, мы можем увидеть, вот там сажался 14-летний сад молитвы, святые яблоньки сажали в дельнике экспедиции. Мы приехали, они выросли. То, как самое, вырастают и зерни, и духовные. Началось всего 2004 год, приезд экспедиции Дорода Святыня, у меня бабуля, что-то школьницу провела хрестным ходом. А потом я послухал в это выступление. И в тягом часу только я изразумел, что это было мое пролучение от белорусского слова. То есть мы такие зерники садим, и они материально бачены, что мы росли. И все частей мы бачим, что мы с оправдой посеяли духовные зерни. Участники экспедиции вместе с прихожанами высадили рядом с храмом в Увацевичах сад молитвы. Эта традиция возникла в 1999 году и служит своеобразным символом духовного единства белорусских земель. Субтитры создавал DimaTorzok